Как вас зовут? Михаил. Михаил пригласился на съемку, что поможет. Я, честно, делал МРТ. После МРТ мне супруга в интернете посмотрела. Сначала не вас, а комплекс вовна, там биодинамика, что там вытягивает, но они начали вытягивать. Я проколол витамины Б-группы, 10 дней таблец или обриспаливающие. Но я съездил командировку, 2 суток был в Питере, и уже до вагона я думал, что своими ногами я не дойду. У меня не имеют пальцы на ногах. Вот прям вот как после начинаются эти еда. Как вот колики. Да. И седалищные нервы. Получается, спина как такова. Седалищные нервы, как бы, спина как таковая не болит сейчас. Вот то, что там отдавалось. Влево, вправо. А вот начали колики на ноги пошли. Тяжело, конечно, ходить. А сейчас почему хромаете? Хромаю из-за того, что у меня напряжение в ягодицах. И вот стопа немая. Поднимевшие стопы, левая стопа и... После биодинамики стопа была немая или нет? Что они вообще сделали? Что они изменили? Что помогли или не помогли? Да нет. Они начали просто мне вытягивать тренажерами. Говорят, что будем так пробовать убирать. Тренажерами. Вытяжка тренажерами. Там на растяжку. Чисто тренажер. Ничего больше такого не делали. Грыжа Р5 и крестет развернут. Да. Просто мысли даже вытягивать, литочки тоже помогают. Немножечко тренажерами расслабить. Поэтому сейчас делаем. Внимайте вещи, пожалуйста. А, полотенце тоже. Так, и шнурочек развязывайте, пожалуйста. Не-не-не, это надо, это же оберег. У меня тоже, видите? Шнурочек. Это мы покупали в Тарочеркасске. Вот. На животик сюда головой. Голова. Вот. Промаете, да? Ну, то, что подхабываю. Ну, потому что вот снимаю стопа. Я как бы даже... Я делал такие упражнения. Мне тяжело сейчас, например, на носках подниматься вверх. Вот сейчас вот залажу, да, седали что нет. Чувствую, что он дергает. Сейчас будем делать. Вот. Так. Чуть выше, чуть-чуть. Все, 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 все. Лапки скидывайте. Голову на бок. Голову можно крутить, вертеть. Только нервы. Ротом отдох-выдох. Еще. 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 Все, все, все. Чуть-чуть потерпеть надо будет, хорошо? Боль будет короткая. Ждем. Испугается, побегет. А вы тебе готовы, скажете? Ну, готов. Простите, мягче никак нельзя. И вот видно, сердце вот он развернут. Вот он. Чуть вот так вот. сильно больно продолжаем или перерыв а теперь встаньте, а потом ляжете вставайте свободно а сейчас болезньте чуть-чуть чувствуется не так, не дернуло а теперь еще раз встаньте еще раз, как себя чувствует походите как оно есть, говорите полегче сейчас все переберется просто к чему я просто встань буквально три удара позвонки ставят моментально ложитесь, пожалуйста видите, как эффект моментальный мгновенный просто ложитесь тут еще момент но оно во-первых еще воспаленное во-вторых оно еще более на самом деле у вас и простая ситуация но сейчас сделаем я понял плюс в чем у вас хватает жидкости между позвонками потому что когда у человека нет жидкости все сжато тогда сложнее делать приходится постоянно валик использует это очень тяжковато да организм ртом глубокий вдох выдох все терпеть 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 терпимо? да глубокий вдох выдох больших нет легче легче еще еще шейка можно крутить и здесь когда хотите только не ровно вот вдох выдох доходов все все еще сейчас еще можно переверять Поэтому опять же поймете, что не идёт вперед, когда закончим. Вдох выдох. Ещё. И протянуть. Дальше. Глубже. Ещё. Всё, всё, всё. Вдох выдох. Ещё. Не пишу ничего там. Я это. Сейчас начнём. Ещё и по какой стороне внизу. Хочу поблагодарить своих подписчиков. Вчерашему видео, где там была нас ля-ля-ля-ля. Это цыганочка. Вот, знаете, что меня удивило? Это я просто вечера танцевал цыганочку. Легче танцевать, чем ставить позвонки. Почему не так вот. Ну что, интересно. Ну что ж. Будут это танцы, изучать, что делать. Ну что ж. Поехали. Так, всё, поехали. Ты химов? Да. Поехали. Снова. Поехали. Перерывайте ноги. Говорите. Будет. Удох выдох. Вдох-выдох Сторона правая, она еще внутри воспалена Очень много воспаления Поэтому я вам говорю людям Вы видео видели мои? Нет, супруга я видел, я пару раз, мне показалось, что это так страшно Ну да, лучше не смотреть Я к чему говорю Я тебе говорю моментами, что нужно аппликатор Кузнецова хотя бы использовать Есть Вот Ложите его и опять Тоже я об этом рассказываю Вы же не смотрели Вот ягодицы Вот отсюда его примерно И вот отсюда, если маленький Если большой, тогда целиком ложить Вот Минуты две-три будет больно, потом боль будет приятная Вот это работа Легко аппликатор еще лучше Железные там уже идут эти А валик вот там у нас в комплекте валик шел еще Вот это Тоже хорошая вещь, конечно Шикарная вещь Главное это делать А то людей все есть, они ничего не делают Прошло и все Надо жить не одним днем Вдох выдох Расслабить Расслабить А почему же она с вами поехала? Она следующая Она за ребенком поехала А она записана? Нет, я все Запишем Она любит такое Надеюсь Она любит такое просто наболел еще которые приходят для профилактики да никогда расхватила зачем пока будете заранее прийти руки можно так можно под голову как вам удобнее сейчас у вас этот крестец и вышли а но сейчас будет витер у меня еще знаете как я думал у меня шпора у меня года полтора болела пятка и вот когда я полез за колесами как понял что у меня спина я полез за колесами и меня заклинило ну товарищи в гараже зазиме и у меня в этот момент прошла почему-то пятка а спина начала убавить я даже не знаю почему так это прям загадка на каждый вообще вопрос есть ответ но надо просто знать ответы мы не все знаем а у нас в красном лимане я сознательно жил на донбассе и у нас в красном лимане был дедушка у них переходило это все по мужской линии от отца к сыну от сына к сыну к внуку и я тесте в десятом году в одиннадцатом не помню я его занес машину буквозил привез дедушке дедушка это положили на лапочку и уходи вот тесть уже десять лет ходит я не знаю что он сделал но я не знаю для судьбы этого дедушки вот насчет дедушки я же не только дедушки которые ставили и бабушки не ставили и знаете что в этой ситуации обидно что они вот умирают и знания никто их не берет а лучше их мастеров нет я говорю откровенно все это что в ютубе мы сейчас снимаем видео да вот чтобы показывать то что мы можем а вот процент небольшой на самом деле от того что вообще бывает ну вы же энергетику и пустящую на себя забираете хотел насколько я не слышал есть такое да есть такое но я знаю сколько я еще смогу выдержать поэтому поэтому сейчас и готовим тоже помощь мне учеников костоправа потому что на самом деле энергетики очень много уходит вот энергия так вот чему я говорю говорю те которые целительные раньше по деревням там никакого образования не было медицинского ничего чудеса делали вот а вот мануальные они помогают людям безусловно остеопаты все эти прочие вещи помогают ну на как уровень ну они ж как я слышал что они не лечат они снимают вот это воспаление временно поэтому помогает мы помогаем тут позвонки разлигают и все но все таки лично скажу для себя что я считаю что мой вот уровень такой реально а у техмастера был вот такой уровень как она есть так и говорю вот потому что у меня бабушка я видел как она лечила я чувствую энергию энергетику но у меня этой энергии нету да я не знаю может быть время поменялось там какие-то может там образ такой как появилась маленькие сгои бывают да ничего страшного а сколько-то минуту у нас уже идет понятно сейчас непонятно да а отлично мануальная техника написал у нас константин это не мануальная техника это именно костоправство не мануальные терапевты не могут позвонки ставить на место они молодцы но они другие образы делают на бок ко мне лицом ложитесь пожалуйста так это ровно этот колени эту под голову вот а скрутка это мануальная техника она ничего не ставит она просто разгружает мышцы крестца таза до выдох еще на другой бок расслабил откос еще на меня чуть-чуть хорошо еще на спинку пожалуйста эй э 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 ат э 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 Сейчас лапку дергаем не бояться, лапку расслабить, не хвататься закрывать, давай лапку. В зубке вместе. Сейчас, когда заболито место, в принципе, скажите мне. Ничего? А в глубине тоже нету? Да в шире. Должно быть немножко, ну ладно. Так, лапки вот так, лапки шире. Надавь на руку, давите со всей силы. Еще сильнее, что есть со силой. Еще. Все, 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 хватит. Мягче. Еще. Так, присаживайтесь направо, на край, только боком встать, потому уже там еще воспаление есть. Все. Сидеть невольно? Двое. Руку за голову. Пишут шикарно. И самое главное, мастер работает на 100%. Залон пересарался. Здесь у нас новый морг. Это мы снимали тоже на YouTube сейчас. Вот. Я про морг, правда сказал. Крутите шейки по большому кругу. В одну сторону, потом в другую. Смотрите, много сейчас рассказов ведет. Когда человек пришел, там быстро, без разговора. Большойчик. Перебрали и все. Так, что там? Пишут, красавчик, здоровье вам. Кто-то пишет, но больно же. Больно, а мы говорим про боль. Чуть потерпеть и все. Так, как себя шейка чувствует? Голова не кружится? Угу. Ну, ноги тоже анимевшие, да, иногда? Ну, они, знаете, как приток. Чувствую, что пошел. Это как тоже. Кто-то нам рассказывал. По-моему, я смотрел у Репина. Рассказывал у Репина. Помните? Не видите в Москве? Былка собрал. Рассказали хороший пример. Когда пролез обвязывает нитка, он анимевший. Потом открутили. И когда он долго был перемотан, мы себе разобрали нитку. Он еще анимевший. Так, а вот и тапочки. Вот. И сейчас где-то оно не должно будет пройти. Где-то еще будет пройти, скажите. Вперед дверки идите, пожалуйста. Дверки. Ко мне лицом. Лапки шире. До пола. До одной лапки и двумя руками. До другой лапки. Поднимайтесь. Лапки ближе. Ага. Руки вот. Резко с головой, чтобы увидеть дверь. Резко. И другую. Резко с головой. Еще лечи прям с размахом. Замолела? Ну, поднимела. Десять раз приседания. Не торопитесь. Не торопитесь потихоньку. И сужите колен не крестец. Да. Там не все полонки у вас. Все перевернуты. Так что придете еще раз, значит два. Будет еще лучше. Потому что много вот этих вот солевых подложений. А вытяжки, конечно, не всегда. Вытяжки, кстати, могут помогать, не всегда. Теперь проверяйте, как себя чувствуете. Походите, покрутитесь. Лучше. Лучше намного. Вот. Сколько процентов от вас в воле? Как есть, говорите. Ну, из всего, что есть. Ну, то, что было, где-то процентов 25. Вот. Если брать все за 100. Ну, я не мог не нагнуться, ничего не мог делать. Сейчас можете ходить по ноге наться. Как вам хочется. Там ноги были ниже. В любом месте. Хорошо, что я такого не мог. Когда не по белой делать. Легко, свободно? Да. Вот. Но это никто у нас не может делать. Все проверяют, что это дается. Никогда не могли. Думаю, если есть, значит, я не могу все сделать. Люди. Тоже не всегда. Ну, есть достаточно немножко. Да, вот. В этих. Аж слышу, как хрустят у меня суставы. Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот. Я, честно говоря, думаю, еще будут болеть сильнее. Ну, потому что воспаление тут видно. Вот. Поэтому я говорю, когда есть вопросы нерешаемые. Это тоже я рад, если они вообще будут. Ну, они бывают. Мы же не всегда снимаем показы на видео. А здесь, наверное, система тоже часто бывает. И добываться. Она сильно пережата. Надо ходить в баню. В баню? В баню. В баню. Угу. Там всякие поездки, то, сё. Это всё помогает. Для многих успехов. Дай вам здоровья, можно одеваться. Спасибо вам большое. Расскажите, как там у нас повторный? Спасибо вам большое. Подскажите, как там у нас повторный? Здравствуйте. Хорошindre, пара, пуelle, пропаусь. До свидания, когда해서도 копudaげ нужно поддерживать Toryostoune, По failed機姿. Продолжение следует...